Здравствуйте, это программа Репортер, я Алексей Коноплев и сегодня я вновь про кино. Ну а что, волжане скоро на кастинги, как на работу будут ходить. Самарцы стали настолько опытными, что, идя на собеседование, даже не знают, кто и про что снимает фильм. У многих все выясняется в процессе. Владимир Козлов увидел в нашем городе лучшую натуру для съемок кинофильма «Кожа». Репортер посчитал, сколько человек впервые услышали о писателе и услышал откровения будущих актеров. Все эти граждане сюда не просто кофе зашли попить, они в большое кино собираются. Кожей чувствуют, должны пройти строгий отбор. Правда, куда и зачем, не очень-то понимают. Главное, они услышали заветное слово «кастинг». Им особо не важно, кого играть. Главное, играть в принципе. С работы девочки сказали, не пойти бы вам на кастинг. Ну, вообще, я не знаю, какие персонажи есть, но, естественно, хотелось бы одного из главных. Постельная сцена, я бы не согласился. Пожалуйста, вы произведение читали? Нет. Да, я читала, но я не нашла полное произведение. Нашла только небольшой анонс, в чем суть сюжета, когда парень с девушкой встречаются в троллейбусе и дальше такое развитие событий. Репортер не поленился и провел соцопрос. Екатерина Федякина единственная из десяти человек не просто слышала, а читала произведение автора полностью. Зато у других пришедших произошел массовый творческий прорыв. Почти сотни человек разом узнал о том, что есть такой Владимир Козлов – современный писатель. Автор более десяти книг и прозы. Он и собирается сделать из Самары и Тольятти большую съемочную площадку. Основная сюжетная линия – это встреча молодого человека, если не ошибаюсь, борца с девушкой-стриптизершей. Потом у них начинаются проблемы, они начинают сбегать от этих проблем. Ну, будет очень интересно, одновременно, я думаю, чувственно и остросюжетно. Среди самарцев ищут героя борца и раскрепощенную даму. Организаторы кастинга выводят кандидатов на откровенные разговоры, заставляют краснеть и просят не думать о скромности. Мужчине предстоит драться в кадре, а даме и вовсе оголить душу и тело. В принципе, процесс обнажения на публике, на публике перед другими людьми, как минимум даже перед съемочной группой, все-таки он психологически достаточно сообразный вопрос. Это все люди чужие, я могу, наверное, попробовать строкировать. Страшно спрашивать, потому что помню, сколько у вас там единоборств в акте, когда даролистов в последний раз. Дрался в последний раз, я это года два назад возле метро, меня пытались гопнуть. Кожи не будет арт-хаусом. Авторское кино со зрительским потенциалом, так видит его Владимир Козлов. Фильм про жизнь, жестокий, реальный. С музыкой это тоже пометка автора. Пока это все, что известно о фильме. Кастинги уже прошли в двух городах, а вот режиссерской команды у фильма пока нет. Есть главный человек, продюсер и много кандидатов в актеры. Скажите, зачем вам это в жизни надо? Кто знает, я даже не знаю, зачем. Я просто тупо увидел, что такое кастинги. Вот и все. Съемки начнутся этой осенью в Самаре и Тольятти. Минимальную съемочную группу наберут на месте, но вот найти подходящих типажей пока трудно. Самарские непрофессиональные актеры следят за своими моральными принципами и еще не каждую роль согласятся играть. Я не буду, например, не соглашусь играть девушек, которые мне совершенно неприятны в жизни. Легкое поведение, я думаю, я в принципе не смогу даже не соглашусь играть. Тот самый микробюджет Владимир Козлов собирается собрать через интернет-площадку. Пока дела идут, мягко говоря, не очень. Из желаемых 100 тысяч едва набирается 5. Но автор не отчаивается и пытается помочь себе и фильму любыми средствами. За 25 тысяч рублей Козлов может написать рассказ о вас. За 10 даст статус продюсера, а за 15 тысяч можно появиться в кадре. Один раз или несколько по согласованию. Сэкономит ли эту сумму кто-нибудь из самарцев, пока неизвестно. Организаторы кастинга, как и положено, в большом кино обещали всем перезвонить. Читайте книги, смотрите фильмы и не пропускайте выпуски репортера. Мы увидимся с вами завтра. Пока.